Новые фотографии и видео с найденными на земле стрижами появляются в интернете каждый день. Подобные случаи зафиксированы и в Нижегородском регионе. Зачастую птиц находят в лесу или в городских парках. Птенцы в это время года вылетают из своих гнезд. Орнитологи бьют тревогу. Проходить мимо птенцов ни в коем случае нельзя. Возьмите обычную коробку, положите туда стрижа и пусть он в тишине, в спокойствии, в темноте посидит там часа два-три. Как правило птица приходит в себя, если у нее нет перелома. Стрижи проводят жизнь в небе и никогда не приземляются на землю, потому что не умеют ходить и плавать. Поэтому если вы видите под ногами птенца, значит он получил травму. Зачастую они ударяются о стеклянные фасады зданий, либо падают из-за сильного ветра. Взлететь самостоятельно после вынужденной посадки стрижи не могут. Что нужно сделать? Можно ее поднять, осмотреть внешне. Если нет внешних повреждений, посадить на руку, поднять и птица спокойно взлетит. Прокормить птицу самостоятельно практически невозможно. Стрижи питаются исключительно насекомыми прямо на лету. В российских зоопарках птиц не принимают. Помочь с лечением или дать рекомендации могут только ветеринарные клиники. Но все это на коммерческой основе. Юрий Афров, Никита Вертлин, Илья Васенин. Столица Нижний.